Добрый вечер Вот это название Линия жизни Понимаете, конечно И тут как взглянуть на все это дело Да, жизнь была А вот была ли линия Вот вопрос И что это такое С одной стороны у Пастанака сказано Жизнь ведь тоже Только миг Только растворение Нас самих Во всех других Как бы им в дарении И действительно жизнь только миг И мы всегда говорим Какая короткая жизнь Не успел родиться А вот уже 69 лет А с другой стороны У другого поэта У Бродского Сказано А им было всего 40 Что сказать мне о жизни Что оказалось Длинным Только с горем я чувствую солидарность Но пока мне рот не забили Глины Из него раздаваться будет лишь Благодарность Ну, очень здорово Это в таком программном Остихотворении Но я хочу сакцентировать И свое, и ваше внимание На том, что он говорит Что жизнь длинная штука Страшно оборачиваться назад Она такая длинная Оказалась Жизнь Что у меня иногда ощущение Сколько жизней я прожил Неужели это все было со мной Я помню Довоенное детство Можете себе представить Довоенное И хорошо помню Ленинград Семью Атмосферу Я помню Как была объявлена война И так далее И так далее Вот у киношников Такой, у операторов Есть такой жест Вот мы Или у режиссеров Мы снимаем с этой точки зрения А теперь вот с этой точки зрения А теперь вот с этой точки зрения Вот с какой-то точки зрения Какой-то угол зрения Ты думаешь Можно рассказать о жизни Боже мой Какая-то Какая счастливая была жизнь Действительно счастливая И это будет правдой У нас литературная семья была И друзья Для папы и мамы Покойных Для меня Дяди и тети Тогда было принято называть Это действительно такая русская такая Манера Вот тети, дяди Это и Дядя Миша Зощенко Дядя Женя Шварц Дядя Боря Эхимбаум Это крупнейшие люди Я могу продолжить этот список Я не хочу сказать Что я В детстве Или в отрочестве Слушаю их разговоры Замечательные стихи Споры Все понимал Восемь девятых Я не понимал Но как сказано у Самойлова Это все в меня запало И лишь потом Во мне очнулось Понятно Да И я Потом поступил в театральный институт И молодой И снялся в кино Рано На третьем курсе И был Кудрявый Симпатичный Солнцем полна голова Вся жизнь Вся жизнь впереди И дальше пошло Везение Сняться на третьем курсе У Михаила Чарома В картине Убийство на улице Данта В 55-м году И потом Благодаря этой картине Меня позвал Охлопков я На роль Гамлета Представляете В 22 года И потом Был современник С Олегом Ефремовым Эфрос Бог знает Что было И можно Под этим углом Нарожал кучу детей Пять детей Пять внуков Понимаете Ну Это Что Так сказал Грибоедов Чтобы иметь детей Кому ума не доставало Знаете А какие друзья были Изумительные друзья И были какие-то успехи В театре Там В кино Что И так далее И можно так Посмотреть на жизнь Теперь с другой точки зрения Посмотришь на свою жизнь Обернешься Опять пользуясь Кинематографическим Жестом Чего хорошего Сплошные разочарования И И профессия Сомнительная Я говорю серьезно Воздух производим Я назвал книжку Там Первую свою Рисунки На песке Ты вот всю жизнь Рисуешь И рисуешь А потом Раз Ветер подул В соседнем саду И ничего не осталось Королей в театре Одни воспоминания Какие-то И жизнь Это сплошные Расставания Борьба Потери Ошибки Как моя мама А сказал А сказал он так Все что человек Хочет Непременно Сбудется А если Не сбудется То и желаний Не было А если Сбудется Не то Разочарование Только Кажущиеся Сбылось Именно то Вот Вдумайтесь Вы знаете Сколько Я с этой Фразой Вот Живу С этой Мыслью Вот Я хотел Быть актером Я стал Я Я хотел Ставить Потом Начал Ставить Там В кино На телевидении Читать Стихи Было Желание Потому Что Я помню Мы Сергеем Юрьевич Юрским Занимались В одной Тогда Голи Занимались В одном Кружке Во дворце Пионеров В студии Художественного Слова Это было Сразу После Войны Сережа Сергей Юрьевич Он Довольно Рано Начал Выступать Читать Стихи Замечательные Прозу А я Думал Что Что Ты Так Вот Я тоже Вроде Могу А почему Сережа Читает А я Нет Потом Сказал А потому Что У тебя Желаний Настоящего Нет У тебя Такое Желание Теоретическое Хотя Дома Я читал Всем Стихи Значит У тебя Другое Желание Пересиливает Ты Ты Хочешь После Спектакля Пойти Там Не знаю В ресторан ВТО Выпить С друзьями А надо Работать Если Хочешь Считать Стихи Надо Больше Этим Заниматься И Не было Других Желаний Там Не знаю Власти Стать Лидером Стать Там Не знаю Худруком Театра Стать Очень Богатым И так Жить Чтобы Копийцу Откладывать На старости И так Далее Думать О будущем Нет Не было Этих Желаний Я не говорю Что это Хорошо Или плохо Может быть Даже плохо А что Было Для меня Главное Это Мое Ремесло Любил Я это Делал Правда Любил Всю жизнь Больше Всего Сам Процесс Любил Даже Не результат А процесс И Можно Посмотреть Повторяю Со всех Углов На всю Эту Линию Жизни Какая Линия Жизни Была Ли Она И кто Ее Создавал Сам Наверное Наверное Сам Я сам Выбирал Когда Закончил Школу Студию МХАТ Вам МХАТ Не оставаться Или Рискнуть Пойти К Ахлопкову Он Меня Позвал На Гамлет Дальше Ушел К Ахлопкову Перешел К Ефремову Олегу Николаевичу Когда он Организовал Современник А потом Ушел Из Современника Снимал Начал Снимать Кино Телевизионное Пришел Опять К Ефремову В МХАТ Ушел Из МХАТа Пришел К Ефремову Везение Ну Сам пришел К Дунаеву Ефремову Говорю Возьмете Взяли Выбор А мог Не уходить Из МХАТа Меня никто Не гнал Мог Куда-то В другое место Пойти И так далее И так далее До сегодняшнего дня Выбор 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 И так Строится Жиль Понимаете Это для меня очень важно То что я сказал Поэтому Поэтому Задавайте вопрос Можно задать вопрос Да конечно Скажите пожалуйста А вот Где вы себя Комфортнее чувствуете Здесь Или За границей Имеется ввиду Душевный комфорт Именно душевный Потому что Ну А материальным Это как Неудобно Я могу сказать Все И про Именно меня интересует Душевный комфорт Я вам так скажу Я же пробовал Я уехал Это сакраментальный вопрос Сакраментальный Который мне сейчас задают А что вы уехали в Израиль Что вы вернулись из Израиля И слава богу Вы иначе его поставили Вот Где Комфортнее Вот Ну уж Кали зашла на эту тему речь Я Уехал С семьей Там Почему Потому что Мишка родился Что-то я испугался Мне показалось Что я не вписываюсь В новое время Ну и так далее Много причин было Все Я значит уехал Мне было 54 года Когда я поехал Когда я принял решение Вернуться Я об этом Беспрерывно думал Мне тоже задавали Сакраментальный вопрос Такой однотипный Вам что Израиль не понравился Я говорю Да нет Израиль Прекрасный Израиль мне понравился При всех сложностях И трагизме Их бытия там Я себе В Израиле Не понравился Вот я нашел Такую форму Я какой-то был Не тот Я работал Я Преподавал Даже Выучил язык Настолько Что мог Там Более-менее Ставил спектакль Дипломный Ну Говорил я Там На сцене Довольно хорошо Выучивал А в жизни Моя твоя пошла Говорил Ну моя твоя пошла Понимали меня студенты И даже сейчас пользуюсь Вот играю Шейлоком В Театре Моссовета Шекспировского Я начинаю Спектакль Салма Давида На иврите И Жил нормально Так сказать Квартирка была И так Соц Страхование Там Медицина И все прочее Но я И относились ко мне Многие очень хорошо Но Душа моя Тасковала Теперь говорит Это ностальгия Ну можно сказать И ностальгия Но можно сказать И иначе Мне как-то Не было Душевно Комфортно У меня было Все время ощущение Что я здесь Временный Знаете В гостях Хорошо Но дома лучше Есть такая пословица Да И я вдруг Понял Про себя Я За что еще Благодарен Израилю Боже Боже Я Я благодарен За то Что я Там Понял Кто Я Кто я Такой У меня было время Подумать Четыре с половиной года Я понял Что я не космополит Я не гражданин мира Вот в бытовом смысле Вот И это И хорошо И неплохо Это Так Это Когда я понял Что я Московский Я ленинградец Питерец Но С 52 года Живу в Москве Мне это органично Жена меня А не поняла Забрали мы Мишку И Зою Которая там родилась Вот И вернулись Себе на родынку К свой дом Ну Так Согласны Что в вашей профессии Заключено женское начало И каждый актер Немного баба К сожалению Придется С этим отчасти Согласиться Раз Ты Самодемонстрируешься И хочешь успеха А какой актер не хочет Успеха Все равно Вот сколько я не толкую Что процесс Дар уже результат И это правда Так Вот я вот играю сейчас Лира И от процесса Получая От репетиции Наслаждения От того что у меня Во рту Извините Этот текст Нет Так не По-русски Я могу говорить Эти слова Или читать Там И жить Проживать Как бы эту жизнь И самопроявляться И Это в конечном счете Самое дорогое Что бы ни говорили Кто-то меня будет хвалить Кто-то ругать Но все равно Конечно же Ты хочешь Успеха Узала Ну даже Вот я сейчас Перед вами Стою И Перед Телезрителем Ну В каком-то В каком-то смысле Как бы я не пытался Быть Супер искренним Где-то в подкорке Сидит Желание Понравиться И вот тут Начинается Женское Начало Профессии Женское Ты Ты должна Нравиться Должна Привлекать Ты Ты И так далее И так далее Значит Я даже так вам скажу Вот У Горького Алексея Максимовича По-моему На дне Есть такая фраза Талант Это Вера В себя Да Какой бы ты ни был Маленький Толстый Лысый Старый Кривоногий Я не знаю Не важно Косой Если ты себе Не будешь Нравиться Себе Ты Никогда Не будешь Нравиться Публике Вот Несчастье А какой же Нормальный Человек Может Всегда Себе Нравиться Но даже Если он Не знаю Красив Как Аполлон Темпераментен Как Сальвини Я не знаю Юмор у него Как Учапленный Лив Сигнеев Начинается Это Самокопание И оно Приводит К тому Спасибо Что Даже Так сказать К рефлексии И тогда На помощь Вот чем ужас Приходит Водка Вот я иногда думаю Почему актеры Возле Я в том числе Ну так много Выпивал Ну я не был Алкоголиком Никогда пьяным Почти не работал Почти Очень редко Правда Да Ну или там Но Но выпивал Всю жизнь Почему Может быть Это самооправдание Сейчас вот Может быть Жена скажет Это самооправдание Но Мне кажется Ты выпиваешь После спектакля И сидишь Ставчик Ну а что Я не так уж Плохо сыграл Ну а что Я ничего Все таки Да Ну Вот как ты выпил И ты сам себе Больше начинаешь Верить в себя Нравится Ты смелее Делаешься Красивее Интереснее Тебе кажется Что интересно мыслишь Свободно Легко Понимаете А это палка о двух концах Понимаете Это не панацея К сожалению Потому что Потом это тебя и разрушает Может быть Если ты начинаешь Злоупотреблять Ну вот это так К слову Вот почему Станиславский Я тоже говорю Надо банальности И терроризмы Но эти банальности Они потому и стали Банальностями Что их часто повторяли Потому что они Справедливые Вы понимаете Поэтому они и банальны Станиславский Константин Сергеевич Вот есть такая Точка зрения Что вся его Эта Система Не только в методологическом Смысле слова Помощь актеру А он все время говорил О сверх 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 Задач Что такое Сверх Сверх Задач Есть задача Спектакля Там смысловая Действенная А сверх Сверх Задача То во имя Чего В конце концов Вообще-то Мы выходим На сцену Что мы хотим Кроме самовыявления и самодемонстрации Мы хотим что-то сказать И вот тут начинается, значит, поиск Как вот от этого бабского начала, как вы сказали, женского начала Попытаться уйти в другое Уйти в другое И я, особенно с годами, постепенно, постепенно Но не в старости, а уже довольно давно Я стал много об этом думать И, как и многие, наверное, другие мои коллеги И я начал ставить отчасти и поэтому Режиссуров все-таки другое, хотя близко А потом что-то писать Вот уйти немножко от этого начала Но, наверное, до конца уйти не удастся Ну, я не знаю, я долго отвечал на этот ваш вопрос Добрый вечер, согласились бы вы сняться в рекламе, если бы вам предложили? Спасибо Я один раз и снялся в рекламе, когда жил в Израиле Деньги были нужны, а там за рекламу заплатили мне Я снялся, кофе рекламировал Говорят, плохое В общем, ну я там придумал для себя такую штуку Миша, а ты что там? Кофе, кофе, кофе И я стою в кадре Говорит, Миша, а ты что здесь делаешь? Я говорю, рекламирую кофе, элит Я хотел сказать, зарабатываю деньги Но они не дали мне это сказать Вот, и действительно, я вам так скажу Что лучше, откровенно сняться в рекламе, хорошо, предположим Или плохо сняться для денег же в сериале Вот вопрос на засыпку Тут же не скажешь, я из-за денег Ты играешь Все, публика не касается Из-за денег ты играешь Или ты играешь Тебя надо судить по всем законам Этот, опубликовал стихий Говорит, один человек Я публикую, но я не поэт Ну подожди, ты публикуешься Ты книжку издал Ты претендуешь на звание поэт Так и тут Поэтому лучше, конечно, не сниматься Ни в рекламе, ни в плохих ролях Вообще лучше быть богатым и здоровым Чем бедным и больным, да? Я в этом смысле Очень был Еще до сих пор счастлив Я много барахла переиграл Не без этого Проходных картин И каких-то И которых я и не помню И ролей Хотя в каждую вкладываешься Никогда не хочешь сделать плохо Но я понимал, что это так Или влип, или для денег Ну так сказать Старался уж совсем не Не проституировать Старался как мог Да Мне было забавно играть И всякие комедийные роли Я То есть вот всякие Я на шутяну там Роли моих идиотов Здрасте, я ваша тетя Соломенная шляпка Так сказать Такой Голубоватый человек Так сказать Окей, по-моему Я первый начал эту тему В советском искусстве Вот Значит Да Но я начал ее иронически Пусть это некорректно звучит Скажет мне Но однако так Я помню, когда с Андрюшей Мироновым С Андреем Санчем На пробе я это стал делать А там играть-то нечего было С ней передумать было Вот это 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 Он говорит Ты что с ума сошел Ты обалдел Что ты мишками делаешь А я говорю Я буду в тебя влюблен Андреем Я вообще очень люблю Когда в роли есть Юмор И надо вам сказать Что Я даже в Лирии Пытаюсь выудить Эти крупицы Которые там есть Там Трудновато их выудить Ну можно Вот Михаил Михайлович Ау А не могли бы вы подробнее рассказать Своей роли Последний король Лир Но не с актерской точки зрения А как режиссер Для начала я Значит Объясню Почему я при бороде Так Задают какие-то вопросы Вы что имидж переменили Там Солидность напускаете Нет Дело в том Что я просто сейчас Играю В театре Моссовета Имею счастье Играть короля Роль короля Лира И я отпустил Свою бороду Чтобы не клеиться И как бы Чтобы все было естественно Вот поэтому Я при бороде Хотя артистам положено Быть бритами вообще Раньше узнавали Когда-то в 19 веке Кажется в конце Ты бритый Значит ты артист Вот Но теперь правда Многие при бороде Это значит Что касается Вида Я играю эту роль В режиссуре Палочи Хомского Я давно мечтал Об этой роли Почему мечтал? Наверное По многим причинам Лир Человек Обладавший Абсолютной Властью А всякая Власть Как говорить Развращает Абсолютная Власть В чем-то Развращает Абсолютно И будучи по природе Добрым человеком Добрым я подчеркиваю Он Абуян Старческой гордыней И как бы он хочет Делить государство И так вы знаете Все мы разделили Государство На три части Ермо забот Мы с наших Дряхлых плеч Хотим переложить На молодые И доплестись До гроба На легке Вполне Хорошая мысль Да На молодые Пора Давать Мы знаем Примеры Да И деление Государства Знаем Примеры Понимаете Но он Убежден Что его Авторитет Королевский Человеческий Он привык К этому Он будет Все равно Над Получилось Иначе И вот От этой Гордыни Он совершил Эту ошибку И когда Корделия Младшая Дочь Восстала Против Такой Постановки Вопроса Насчет Скажите Мне Дочери Кто Из вас Нас любит Больше Когда она Восстала Он изгоняет Ее Отрекается Потом Приходит Как вы знаете Сюжет Пьесы Он приходит К покаянию К покаянию Руку Спрячь Непойманый Убийца Кровосмеситель С праведным Лицом Клетвопреступник С обликом Святого Откройте Тайники Своих Сердец Гнездилища Порок Покайтесь Как ныне Каюсь я Ну кайтесь 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 Я не играю Показываю Что такое Да Тема Он приходит К молитве Он впервые Так сказать Молится Это важно В этой же сцене И дальше Через безумие Во втором акте Он приходит К откровениям К мудрости Финальной И тут он умирает Как только он Постигает Истину Он должен умереть Вся логика Приводит Как только Знаете Забавно От высокого К низкому Когда-то была Такая Автокатастрофа В каком-то там В 83-м году Я не был за рулем И мы должны были В общем Разбиться Лобовой удар Мой товарищ Вел машину И когда мы увидели Потом эту машину Он попал в больницу Меня восстановили Стал ходить И действовать И никто Не умер Слава Богу Из моих товарищей Но Когда мы увидели Эту машину Коробок сплющенную Нас повели На Надо было сказать Вот эта машина Да На костылях Я помню Еще пришел И я потом Булат шал Ча-худжаву Говорю Слушай Я ничего не понимаю Как это Вот Чтобы машина Вот так Жигули А мы живые Как это Он говорит Значит ты еще Так шутя Булат сказал Значит ты еще Не достиг истины Вот понимаете И мне эта фраза Мне эта фраза Запала И вот лир Я то не это Может А лир Он Достиг Некой Истины Выстрадал ее И он должен Умереть Он должен Умереть Он говорит Слепому Глоссу Он говорит Он до этого Говорит Позолоти Порок А по золоту Судья Копье сломает Ну одень его В лохмотье Камышом Проколешь Виновных Нет Нет В мире Виноватых Берусь Себе Любого Оправдать Поскольку Рот Могу Зажать Любому Купи Себе Стеклянные Глаза Говорит Он Слепому Глоссу И делай Вид Как Негодяй Политик Что Видишь То Чего Не Видишь Ты Ну это Одно Из Одно Из Наблюдений Лера Он Говорит Ну ты Теперь Видишь Как Идут Дела На этом Севере Два Старика Сидят Слепой И сумасшедший Тогда Говорит У меня Нет Глаз Он Говорит Тот Чудак Чтоб Сегодня Видеть Ход Вещей Ненужный Глаз Ты Смотри Ушами И Так Дальше А Истинно Конечна Если Так Будет Позволено Он Когда Их Идут В Чюрьму С Дочкой Я Там Заикаюсь Немножко В ролик Как Раневский Заикался Пускай Нас Отведут Скорей В Темницу Мы Там Как Птицы В Клетке Будем Петь Ты Встанешь Под Мое Благословение Я На Колени Стану Пред Тобой Моля Прощения Так Вдвоем И Будем Жить Радоваться Песни Распевать Там Будем Узнавать От Заключенных Все Новости Двора И Толковать Кто Взял Кто Нет Кто В силе Кто Вопали Мы В Каменной Тюрьме Переживем Все Лже Учения Мира Всех Великих Все Смены Прилив И Отлив Представляете Такая То есть Уже Почти Так Сказать Вот Толстой Николаевич Он Не Любил Шекспира Лира Критиковал Так Ну Не Критиковал Что Это Вообще Известные Вещи Ну А на самом Деле Какой Парадокс Толстой Прожил Судьбу Лира В конце Жизни Вот Как Интересно Ушел Из Дома Пошел Куда Умирать Один Шел В смерть Бежал И Вот Так Ну Правда Есть У Бунина Интересно Когда Чехов И Бунин Пришли К Толстому Он Хорошо К ним Относился Очень К тому Другому К творчеству Чехова Пьеса Правда Тоже Недооценивал Нелюбил И Они Вышли И Бунин Говорит Антон Павлович А что Это Он Нас С Вами Хвалит А Шекспира Ругает А Чехов А Потому Что Мы Для Него Маленькие А Шекспир Равновелик Вот Антон Павлович Так Кто Вас Раздражает Фильм Покровские Ворота Неужели Нет Понимаете Это Меня не Раздражает И Не Восхищает Ничего Я рад Что он Был в моей Жизни Очень Рад Я рад Что он Нравится Но Так Случилось Правильно Один Мой Друг Написал У Казахова Так Случилось Что Фильм Покровский Ворота Стал Для Него Счастьем Проклятием То есть Счастье Понятно Ну Когда Фильм Идет Столько Лет Есть Его Поклонники Это Счастье И Что я Вовремя Его Снял Я Б Сейчас Никогда Не Снял Покровский Ворота В мои Годы Это Надо Было Чтобы Был 83 Год И Я Вспоминал 50 И Свою Юность Я Б Сегодня Сейчас Не Так Ее Вспоминал Но Почему Проклятие Потому Что Как бы Получается Вдруг У меня В ощущении Это Что же Я Только Одни Покровские Ворота И Снял Что-то Все Покровский Ворота Покровский Ворота А А А А Я Не Знаю Для Меня Допустим Визит Дамы По Дюренмату Или Там Ну Безымянная Звезда Более Не Менее А Ну Допустим Тень Мюзикл С Костей Райкиным Не Ёловой И Другими Я Снял Недавно Джокер Вот Такой Фильм По Свадьбе Кричинского И Он Для Меня Не Менее Дорог Чем Покровский Понимаете Михаил Михайлович В одной Известной Притче Один Человек Каждый День Покупал Три Хлеба Один Съедал Сам Вторым Возвращал Долг А Давал В долг То есть Давал Родителям И Детям Вот В связи С этим Я Хотела Вас Спросить Что Дали Вам Ваши Родители И Что Вы Сами Дали Своим Детям Спасибо Да Я думаю Что Мои Родители При Том Что У них Поверьте Была Очень Трудная Судьба Отец Ушел Из Жизни Когда Мне Было 20 Лет Да И Видел Я Его Не Так Пережили Бог Знает Что И Братья Мои За Которых Я Так Пусть Это Не Прозвучит Пафосно Я Думаю Может Я За Них Живу Один Брат Падил На Фронте Володя Старший 21 Год Второй Был Тоже Жертвой Войны Там Убил Его Оружие После Войны Сейчас Правда Тоже Полно Случайно Убил Товарищ То есть Родители Жили Очень Тяжко И Но Я Думаю Что Они Мне Очень Много Дали Сами Может Быть Того Не Понимали Дал Я Столько Своим Детям Трудный Вопрос Я Старался Хотя Наверное Недостаточно Может Быть Дал Это Характер Мой С Годами Все Больше И Больше Винить В общем Себя Во Все Вот Знаете Володин Алексей Моисеевич С которым Я имел Честь Дружить Он Однажды Он Говорит Я Хочу Тебе Стихотворение Посвятить Я Говорю Ну Посвяти Приятно Жат Посвящение Иметь От Володина И Я Сам Выбрал Оно Мне Очень Нравилось Виновных Я Клинил Ликуя Теперь Другая Полоса Себя Клину Себя Винюя Одна Вина Сменить Другую Спешит Да в Третьи Полчаса Как вы Полагаете Может ли Талантливый Человек Быть Подлым Или Все же Злодействие Генедия Вещи Несовместные Это Вечный Вопрос Я вам Так скажу Мы Так Разбрасываемся С словами Меня Это Приводит Иногда Просто В бешенство У телевизора Я тоже Телезритель В первую очередь Вот Начинается Этот Гений Гениальный Маэстро Этот Гениальный Актер Это Сыгранно Гениально И т.д. Но Ей же Надо знать Сценус Это Культовый Фильм Это Легенда Я Не понимаю Тогда Есть ли Гений Вот Этот Человек Икс Не хочу Назвать Фамилию То Кто же Тогда Пушкин Или Бах Или Тон Толстой Надо Условиться Об этой Иерархии О точке Отсчета Культ Да что Вы Товарищи Господа Культ Вот Пушкин Я тут Я все Так Это Религия Целая Это Философия Это Вот Гений Бах Гений И так Далее Ну понятно Можно приводить К примеру Микеланджело Гетто Леонардо Ну Много Чайков Гений Это Человек Который Не просто Лучше Других Пишет Играет Рисует И так Далее Гений Это То Что Дает Направление С Потом Под Влиянием Которого Люди Живут Столетиями Это Гений Другое Дело Из выражения В нем Есть Это 19 века В нем Есть Гений В нем Но Тут Как бы Подмена Слова Гений Заменим На слово Талант В нем Есть Талант Ну Тогда Так Говорили 19 веки И вот Если Как бы Условиться В этой Иерархии Ценностей То Тогда Гений И Злодейство Две Вещи Несовместны Смотрите У гения Могут Быть Я говорю Ужасные Банальности Простите Меня Все И вы И там Гений У него Могут Быть Недостатки На это Тоже Есть Замечательные Уже Все Наверное Надоевшие Цитаты Из письма Пушкина Вязинскому Ты Жалеешь О потере Дневников Байрона Не Жалей Толпа В подлости Своей Толпа Не народ Заметь Толпа Подлости Хочет Видеть Всегда Великого На судне То есть На ночном Горшке И радуется Его унижению Вот он Мелок Как мы Он Мал Как мы Врете Подлецы Он И мал И мелок Но не как вы Иначе Сказал Значит Наше Все Теперь На уровне Таланта Способности И подлости Сколько угодно К сожалению Совместимо И это мы видим И видели И видим И кто Будет жить Дальше Увидит Это И предательство И подлость И даже Злодейство И даже Злодейство В политике Есть такое стихотворение У Давида Самойла Я его часто читаю О Пушкине И там беседа с Пестолем Они действительно встречались В 21 году Кажется В Кишиневе И спорили У Самойла Замечательно это сделано Это диалог Который ему подлинным Он записан В дневнике Пушкина Он сделал так Там Анна Пела с самого утра И что-то Шила Или вышивала И песня Долетая со двора Ему невольно Сердце Волновало А Пестоль думал Ах как он Рассеян Как на иголках Мог бы хоть присесть Но впрочем Что-то есть В нем Что-то есть И молот И не станет Фарисеем Он думал И конечно Рассветил Твой талант При должном направлении Когда себе Россия обретет Свободу И достойное правление Позвольте мне чубук Я закурю Пожалуйте огня Благодарю А Пушкин думал Он весьма умен И крепок духом Видно метит В бруты Но времена Для брутов Слишком круты И не из брутов Лин Наполеон Шел разговор О равенстве Сословий Как всех равнять Народы так бедны Заметил Пушкин Что и в наши дни Для равенства Достойных нет условий А посему Дворянство Назначение Хранит народа Честь И просвещение О да Ответил Песель Если трон Находится в стране В руках Деспота Тогда дворянство Первая забота Сменить Основы Власти И закон Увы Ответил Пушкин Тех основ Не пожалеет Разве Пугачев Мужицкий Бум Бессмыслен За окном Не умолкая Распевала Анна И пахнул Двор соседа Молдавана Бараньей шкурой Хлевом И вином День наполнялся Нежной Синевой Как ведра Из бездонного Колодца И голос Был высок Вот-вот Сорвется И Пушкин Думал Анна Боже мой Но не борясь Мы потакаем Злу Заметил Песель Бережем Тиранство Ах Русское Тиранство Дилетантство Я бы учил Тиранов Ремеслу Ответил Пушкин Что за резвый ум Подумал Песель Столько наблюдений Малоосновательных Идеи Но тупость Рабства Сокрушает Гений В политике Кто гений Тот злодей Ответил Пушкин Впрочем Разговор был славный Говорили о Ликурге О Солоне О Петербурге И что Россия рвется На простор О Азии И Кавказе И о Данте И о движении Князя И Пселанте Заговорили о любви Она заметила Пушкин С вашей точки зрения Годится лишь Для граждан Умножение Значит Тоже в рамки Введена Тут Песель Улыбнулся Я душой Материалист Но протестует Разум С улыбкой Он казался Светлоглазым И Пушкин Вдруг подумал В этом Соль Они простились Песель уходил По улице Разъезженный И грязный Александр Разнеженный И праздный Рассеянно В окно Ним следил Шел русский Бруд Глядел Во след Ему Российский Гений С грустью Без причин Деревья Как зеленые Кувшины Хранили Утро Хлад И синеву Он эту фразу Записал В дневник О разуме И сердце Лоб На морще Сказал себе Он тоже Заговорщик И некуда Податься Кроме них В соседний Двор Позла Корутся Цугом Залаял Пес На воздухе Упругом Качались Ветки Полные Листвой Стоял Апрель И жизнь Была Желанна Он вновь Услышал Распевает Анна И Задохнулся Анна Боже мой Понимаете Так вот Я Спасибо Мне тоже Заказано Превращать Мой вечер Вечер поэзии Хотя это мне Проще Все было Вот Все-таки Разговор Линия судьбы Какая Еще Маячит Можно вопрос? Да Пожалуйста Присяду У меня коротенький вопрос Да Какие у вас роли Самые любимые В театре и в кино? Ну какие Самые любимые? Я вообще-то Честно говоря Об этом По-моему Весь вечер Талдычу Да Любимые Это по-моему Я ответил И У меня есть роли Нелюбимые Ну неохота Про них говорить Есть стыдные роли Причем Все начинают Там Говорить Это что там Феликс Дзержинский Потому что Тебе стыдно Ты играл И начинаются Всякие Политические Ну не может Чем-то Справедливые вещи Там Нет Я понимаю Это был Наверное Какой-то Компромисс Потому что Я знал Подзержинского Гораздо Больше Чем то Что я сыграл Там В рамках Этого сценария Как ни странно Профессионально Я не стесняюсь Вот 20 декабря Фильмы Я стесняюсь Совсем Других картин Смешно Что я когда-то Очень стеснялся Картины Человек-амфибия Вот знаете В то время В 60-е годы Когда она вышла Теперь я мягче Отношусь А тогда Значит Как-то Вот я стеснялся Что такой успех Столько шуму А это Мы снимали Как бы Ну почти детский фильм Для детей А Такой Резонанс был А в это время Неореализм В советском кино Хуци Фалов-Наумов Там Чухрай Ну можно любого Называть Ром снимает Девять дней одного года А тут какая-то Значит Ну так сказать Красивая История Мелодраматическая Еще с вульгарным Социологизмом По тем временам Так казалось Потом я Тоже подумал Да чего я так Я стеснялся Хотя Филитон был Тогда Помню Плач по ихтиандру Назывался Начинался В коротких Тропических Штанишках В пробковом шлеме Стоит На своей Шхуне Медуза Злодей Красавец Зурита Я приходил Современник И Олег Павлович Табаков Тогда Лелик Табаков Он Всегда Говорит Ну В коротких Тропических Штанишках Я только появлялся В театре Он на меня Изводил Это Быстро Вот Я Переиграл Кучу ролей Я ведь Почти их Стараюсь Не называть Сегодня Уйму Ролей Я вот Задумался Какие роли Меня привлекали Говорят Тема Актера Знаете Вот Главная его Тема Человеческая Что ли И Она невольно Передается Да Но началось Все Допустим Случайно С Гамлетом Что такое Какая Главная Тема Главная Это Сомнение Это Выбор И Лир Вот Теперь Видите Как долго Говорил Русский Вроде Как Красиво Начал С Гамлета И Заканчиваю Жизнь Лиром Правда Так Линия Жизни Красиво Внешне Правда Господь Что-то там Судьба Парки Как говорили в старину Вот эти самые Пророчицы Бадини Навязали Эту линию Они же Вязали Эти парки Парки Бабьи Или питания Как писал Пушка Но все-таки Выбор Господь Он говорит Ты сам Выбирай Вот И И Выбирал И Выбираю И Сегодня Выбираю Я не думал Незапожем О том Как я Закончу Эту Нашу Встречу Все-таки Наверное Надо Александру Сергеевичем Закончить Это точно У него есть такое Как бы очень простое Утешительное Стихотворение Если жизнь тебя обманет Не печалься Не сердись В день уныния Смирись День веселья Верь Настань Сердце В будущем Живет Настоящее Уныло Все мгновенно Все Пройдет Что пройдет То будет Мило Спасибо 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 Продолжение следует...